МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске мы расскажем. Авиакомпания «Руслайн» анонсировала введение новых рейсов в регионе. Уже летом жители Заполярья смогут напрямую добраться до Симферополя и Казани. Мамы и папы выпускников стали участниками акции «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей». Демонстрационный экзамен для них состоялся в эти выходные. Как наш город воспринимают его жители? Какой цвет и запах ассоциируют с ним? Ненецкий краеведческий музей попытался найти ответы, представив результаты опроса горожан выставки к 85-летию Нарьенмара. Более 300 любителей лыжного спорта приняли участие в лыжней России. Ненецкий округ включился в акцию с опозданием на неделю, но, несмотря на это, гонка не потеряла массовости и задора. Усиление ветра в Ненецком округе сегодня, 17 февраля, внесло существенные коррективы в работу Нарьенмарского аэропорта и передвижению по зимней автомобильной дороге. Еще вчера Главное управление МЧС по Ненецкому автономному округу предупредило его жителей об ухудшении метеорологической обстановки в регионе в связи с метелью и усилением ветра до 14 метров в секунду и его порывами до 24 метров, а на побережье до 29 метров в секунду. Спасатели призвали население воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. По погодным условиям на 18 февраля были перенесены авиарейсы по местным воздушным линиям из Нарьенмара в Каратайку, Варнак, Амдарму, Усть-Кару и Индигу. Отменен и перенесен на завтра рейс компании «ЮТЭР» в Москву. По прогнозу метеорологов, неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших двух дней. Лишь в среду порывы ветра начнут ослабевать. По Ненецкому автономному округу ожидается облачное прояснение непогоды. Небольшие, нестально умеренные осадки. В виде снега и мокрого дождя. Местами метель, гололед. Ветер ночью южный и юго-восточный. Днем юго-западный 10-14 метров в секунду. Местами порывы до 23 метров в секунду. По побережью до 20 метров в секунду. Местами до 29 метров в секунду. Температура минус 3, плюс 2. На северо-востоке округа ночью до минус 8 градусов. В связи с погодными условиями сегодня были отменены занятия для учащихся с 1 по 4 класс второй смены. Несмотря на то, что порывы ветра были достаточно сильными уже в первой половине дня. А постоянная скорость ветра превышала 12 метров в секунду. Но по существующим нормативам занятия в школе отменяются с 1 по 8 класс при постоянном ветре скоростью 15 метров в секунду и более. Независимо от температуры воздуха, во всех образовательных организациях округа, при ветре 20 метров в секунду и более. Порывы ветра, такие как сегодня, почему-то не учитываются. Мнения горожан и школьников по этому поводу разделились. На усмотрение родителей отпускать детей или нет, не могу сказать вам. Мне кажется, можно рассмотреть вариант. Да, почему нет? Сложно ходить. Сложно ходить и реально можно даже заблудиться. Я считаю, нет, потому что это не сильно же такой прям мороз. Это просто, ну, да, есть метель немного, но я не считаю. Еще какие у меня есть? Очень глаза не видно. Туман. Ну, как-то живет далеко и ему может неприятно идти, например, ветер. Но я живу близко. Мне не очень. Я не вижу камеру. Туман. Не дойдешь до дома. Да. Ну, неудобно очень. Все сливается снегом. Все должны отменяться. Независимо от возраста. Ну, мы тоже все одинаковые сприятия у морозов. Добавлю, на зимние автодороги на Ренмар-Усинск в связи с неблагоприятными метеоусловиями было введено ограничение движения для всех видов транспорта. Однако, как сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на подрядную организацию, содержащую зимник, сегодня он был открыт для грузового транспорта и полноприводных внедорожников. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Из Наринмара в Симферополе и Казань руководство авиакомпании «Руслайн» анонсировало введение новых рейсов на летний период. В ходе брифинга с журналистами «Заполярья» представитель авиаперевозчика рассказала о программе полетов из столицы Ненинского округа на 2020 год. В следующем материале все подробности. Пассажиропоток в 670 тысяч человек. Такие грандиозные планы поставлены перед «Руслайном» на текущий год. Более 40 направлений полетов. Из них 6 – Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Киров, Москва и Сыктывкар – выполняются из Наринмара. Для перевозки пассажиров авиакомпании используют один из самых оптимальных региональных самолетов – «Бомбардье» CRG. Всего во флоте «Руслайна» 20 таких машин. Очень удобный региональный салон, который включает в себя компоновку 2,2 кресла. Есть восьмой ряд, ряд так называемой повышенной комфортности, где есть дополнительное пространство для ног. То есть те пассажиры, которые хотят лететь более комфортно, могут приобрести данную услугу у нас на сайте. Политика авиакомпании – налаживание авиасообщения между субъектами страны в обход столицы. Одна из задач – разгрузить крупные московские хабы и дать возможность жителям регионов добраться в города России по более удобным маршрутам и за низкую цену. Тарифы авиакомпания предусматривает очень лояльные. То есть, соответственно, из Наринмара в Киров можно улететь за 4 тысячи рублей. Из Наринмара в Сыктывкар тарифы наши от 3 тысяч рублей. А стоимость авиаперелета Челябинск, Уфа и Екатеринбург составляет от 1000 рублей. Я хочу вот здесь очень акцент сделать как раз на то, что для жителей региона, Ненецкого автономного округа, мы стараемся действительно сделать доступнее те региональные города, в которых раньше не то, что не было авиасообщения, в принципе, не было вообще никакого сообщения. Кроме того, на летний период планируется ввести еще два направления – Казань и Симферополь. Сейчас «Руслайн» займется подготовкой предложения по реализации льготных программ по перелетам для детей и людей пожилого возраста на летний период. Что же касается казусных ситуаций, будь то утеря багажа, задержка или отмена рейса, как пояснила Наталья Кашевар, от этого не застрахована ни одна авиакомпания. При возникновении вопросов можно обращаться в колл-центр или на горячую линию, а также к представителю в аэропорту вылета. Есть еще колл-центр авиакомпании, телефон его есть у нас на сайте, там 8 800, и, соответственно, сотрудники колл-центра, там достаточно большая оперативная группа у нас, которая в срочном порядке готова отреагировать на любые запросы пассажиров. Если же, ну, не знаю, по каким-то причинам колл-центр достаточно перегружен, вы, как совершенно правильно сказали, коммерческий департамент всегда готов подключиться в случае, ну, я не знаю, потому что бывает, регион расположен таким образом, что бывают метеоусловия не очень благоприятные, бывает погода не такая, бывают задержки или отмена, такое тоже может случиться по метеоусловиям. Поэтому у нас есть специальная группа, которая работает по вот таким трудным рейсам. В завершении пресс-конференции Наталья Кашевар объявила о старте фотоконкурса для жителей Ненецкого округа. Главный приз – сертификат на бесплатный перелет из Нарьинмара для двух персон по любому направлению авиакомпании «Руслайн», который будет действовать до конца текущего года. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо разместить фотографию на фоне воздушного судна авиакомпании в группе ВКонтакте информационного агентства «Нао-24» в период с 15 февраля по 15 марта. Ну а после редакции информационного агентства совместно с пресс-службой авиакомпании выберут самый красивый оригинальный снимок и вручат приз победителю. Ненецкий округ принял участие во всероссийской акции «Единый день с дачи ЕГО родителями». На этот раз им предложили проверить свои знания по истории. Мероприятие приурочено Году памяти и славы в России. Отмечу, что в предыдущие годы участники акции уже сдавали демонстрационные экзамены по русскому языку и математике. Демонстрационный экзамен для родителей технологически и процессуально ничем не отличается от того, в котором участвуют их дети. Они также проходят регистрацию и пишут заявления на обработку персональных данных. На сегодняшнюю акцию зарегистрировалось 20 человек. Ситуация с задачей государственных экзаменов, она сейчас очень необычно проходит. То есть целая процедура с целым рядом ограничений. И родители должны, особенно те детей, которые будут сдавать, они должны знать об этом. И я вот как родитель будущей выпускницы, которая через год будет сдать экзамен, тоже в этом сейчас решил прийти. Во-первых, тема для меня близкая сегодня будет экзамен по истории. Поэтому я сегодня хочу принять и увидеть, как это происходит изнутри. У вас ребенок старшеблазник, который у меня писатель, почему? Писать не будет, просто пришла, чтобы проверить свои знания, потому что считаю необходимым знать, как мы сейчас знаем историю нашу, русский язык, литературу и все остальное. Поверить, вспомнить, знания, так сказать, освежить. А вы как-то готовились к этому экзамену? Что-то повторяли перед этим? Или вы просто так пошли? Да нет, почитал немножко, не скажу, что там повторял. Особо времени не было. Перед началом непосредственного экзамена небольшое родительское собрание, исполняющее обязанности руководителя департамента образования Леана Храпова, рассказала собравшимся о том, как родители должны в психологическом плане поддержать своих детей перед сдачей ЕГЭ. Это такое серьезное мероприятие, которое позволяет нашим детям, потому что в любом случае мы должны понимать, что есть плюсы от единого государственного экзамена. Когда ребенок, получается, два в одном, он сдает экзамены школе, получает аттестат. И в то же время он получает результат уже для поступления в дальнейшее уже учебное заведение. Затем участники акции «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей» перешли к решению тестов. В подготовленных аудиториях, как и положено, автоматически пронумерованные места, у экзаменующихся только черные гелевые ручки и паспорта. Никаких телефонов и других средств связи. Хотя это считается репетиционный экзамен для родителей, мы проводим его в соответствии со всем рекламентом, который существует именно для экзамена для детей. То есть мы точно такие же пункты должны отследить. Подготовка точно таким же образом проходит. Ну и, соответственно, сам экзамен, то, что дети наблюдают во время экзамена, родителям то же самое показывает. Работа включает в себя 11 заданий. Кроме того, необходимо кратко написать историческое сочинение. Оценки мы им ставить, естественно, не будем. Единственное, что они могут получить результаты и узнать, на какие ответы у них был правильный дан ответ, на какие вопросы, на какие был нет. Всего на прохождение теста родителям отводится 30 минут. Результаты ЕГЭ родители сверяют самостоятельно. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Мечта маленькой Полины исполнена. Девочка давно хотела увидеть столицу нашей Родины и прогуляться по Красной площади. И вот семья Калининских вернулась из путешествия по Москве. Традиционно губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский в конце декабря вручает подарки жителям региона, которые приняли участие в ежегодной акции «Елка желаний». Полина Калининская загадала увидеть Москву. Ее желание сбылось. Девочка мечтала побывать в столице нашей Родины на Красной площади. И так 7 февраля желание исполнилось. Полина с мамой и братом отправились покорять столицу. Кроме Красной площади успели посетить «Москвариум», «Цирк», «Театр Чихачева» и многое другое. В Киевгург ходили. Одного дня нам было мало, мы и второй день ходили. Вчера. Потому что это детские профессии. Дети все испробовали. Очень, конечно, все понравилось. Все на высшем уровне. Очень спасибо большое Александру Витальевичу. Добавлю, все участники акции писали письма с желаниями, которые впоследствии украсили новогодние елки в Кремле. Главы субъектов снимали с елки записки от жителей регионов, которыми они руководят. Череда юбилейных мероприятий, переуроченных к 85-летию Нарьенмара, началась с открытия выставки «Нарьенмар. Культурное бессознательное». Уникальная в своем роде экспозиция предлагает ее посетителям увидеть заполярную столицу в образе человека. Как наш город воспринимают его жители? Какой цвет и запах ассоциируют с ним? Ненецкий Кривический музей попытался найти ответы и провел опрос порядка тысячи жителей заполярной столицы. Горожан попросили рассказать о своем восприятии Нарьенмара. В любом случае, наши ощущения – это большая часть нашей жизни. Мы воспринимаем жизнь не только через факты, что для нас очень важно, как для историков, для тех людей, которые документируют исторические процессы в происходящей регионе. Но очень много информации мы забираем из звуков, запахов. У нас складывается какая-то картинка, но над этим мы никогда не задумываемся. Мы решили задуматься и представить себе Нарьенмар в качестве человека. Исходя из ответов, был составлен портрет города в образе молодого мужчины, который представили в своих работах местные художники. А также определены его любимая еда, род деятельности и многое другое. И очень важно, что для нас, где здесь присутствующих, тех гостей, которые здесь присутствуют, наш город во многом, не во многом, он уникален. Уникален для нас, понятно. Но и для тех, кто здесь приезжает, наш город живет по своим каким-то законам, вливаясь в общую канву узора России. Но и в дальнейшем я уверен, что наша самобытность города, мы ее сохраним и будем ее развивать. На выставке обыграны самые популярные ответы. Например, уютный домашний уголок, который, согласно опросу, горожане предпочитают другим видам отдыха. Кроме этого, посетителям представлены и художественные произведения с видами города разных лет. Для меня лично наш город, хотя я говорил, что я люблю зиму, но он теплый сам по себе, комфортный. Конечно же, ушло вот то обаяние города, когда он маленький, деревянный был. Но он наполняется каким-то новым содержанием. Нарьинмар – культурное бессознательное. Это проект, который предлагает увидеть, почувствовать и услышать Нарьинмар таким, каким он представляется опрошенной части населения. А для поглощающего большинства – это город, в котором хочется жить. Город теплый, в котором хочется приехать. Он привлекает людей и действительно не оставляет равнодушными. Но это, прежде всего, я думаю, что не сколько архитектурный, сколько сама атмосфера и гостеприимство, в том числе, включая людей, размеренность этого жизни. Поэтому он привлекает. Посетить выставку и сравнить свои ощущения с представленной экспозицией может любой желающий в рабочие часы Ненецкого краеведческого музея. Сегодня в Нарьинмаре стартовал прием заявок на участие в соревнованиях по снегоходному кроссу на приз Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова «Буран Дэй». Соревнования пройдут 14 марта в Нарьинмаре в районе Качгартинской Курьи. Принять участие в гонках могут жители и гости Ненецкого округа, а также иностранные граждане. Гонки традиционно проводятся в двух классах – «Буран» и «Свободный». Заезды на «Буранах» пройдут среди мужчин от 18 до 55 лет, мужчин старше 55 лет и среди женщин от 18 лет и старше. В свободном классе к участию допускаются только совершеннолетние мужчины. Участвовать в заезде в этом классе можно на снегоходе любой страны-производителя. Заявки от участников принимаются в главном здании координатора мероприятия «Дюдс Лидер» в рабочие дни до 17.00 – 17 февраля по 12 марта 2020 года. Жители Ненецкого округа вышли на лыжню. В регионе состоялся традиционный массовый забег «Лыжня России». Правда, пробежать со всей страной не получилось. По погодным условиям жители Заполярья сделали это на неделю позже. Впрочем, задержка никак не повлияла на массовость и содержание спортивного праздника. Подробности далее. На лыжне отличная погода. И самыми первыми на дистанцию выходят самые юные участники этих соревнований. Предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров. И это только кажется, что это легко. Воля и стремление к победе не позволяют юным лыжникам сойти с дистанции. Старты каждые 10 минут. Дистанции рассчитаны по возрастам участников. Самая длинная – 5 километров. Гонка традиционная. По всей стране они проходят одно время, во всех регионах. Но, к сожалению, на прошлой неделе у нас из-за погоды мы вынуждены были перенести соревнования. Этот день сегодня очень погожий, солнечный, тепло, замечательный. Я думаю, что все гонщики получат массу приятных впечатлений. Традиционно мы переносили на более поздние сроки, сразу на весну, потому что погода февральская такая обманчивая. Сегодня, я думаю, что все удастся, все хорошо. Лыжная Россия – это настоящий спортивный праздник. Сюда приходят и участвуют целыми семьями. Потому что возрастных ограничений по условиям забега для любителей лыжного спорта нет. Бывает, когда старших добавляют, то да. А вот когда я была в садике, мы бежали с садиком, то тогда я занималась первой мастерой. Лиля участвует в гонке уже 5 лет. И каждый год ее поддерживает самый лучший и преданный болельщик – мама. Спасибо нашему еще в садике учителю по физкультуре Клюпина Ларисе Алексеевне. Она нас направила на истинный путь. И теперь мы занимаемся у детковой Надежды Васильевны. Вот прям начиная с садика. Каждый раз мы приезжаем, болеем за ребенка, очень переживаем. Радуемся ее победам вместе с ней. Семья Дуркиных на лыжню вышла в полном составе. Мама, папа и две дочки. Правда, глава сегодня в роли тренера. Готовят инвентарь. А маме Марине предстоит дистанция в 2 километра. Дети занимаются спортом, да. А я уже любитель. А что нужно знать, чтобы первый и второй прибежать там? Нужно правильно распределиться силой. Как это? Ну, нужно понять, как нужно ехать, посмотреть трассу. Анна Петровна трассу уже проверила. Лыжня отличная. Сегодня она не в числе участников пришла поболеть за друзей и знакомых. Я уже набегалась. Я уже до того набегалась. 8 километров я уже сбегала. Так что зарядилась на целый день сегодня. И всем заряда желаю. Тем временем участники забега уже финишируют. И уже определились первые лидеры этого массового соревнования. Кирилл Вокуев, житель села Тельвиска, стал первым в своей возрастной категории. Старался, на всю выживал. А на старте девочек остается? Ты не занимаешься где-то в нужной секции? Да, в Челюске. Всеволод Чупров в своей категории стал третьим мальчик результатом доволен. Какой раз ты уже участвовал? Шапочку, заряд бодрости на следующий день. Третий раз. И даже месяц. Скажите, тяжело было бежать? Ну, да. А что сложного? Две минуты до старта девочек. На дистанции один километр. Да, лыжи не шутились. Только девочки стартуют. Григорий Фольмер порадовал своего преданного болельщика папу серебряной медалью в семье юного лыжника. Большое внимание уделяет спортивному воспитанию. Конечно, мы с всей семьей. У нас еще дочь. Сейчас вот как раз забег у них идет. То есть ждем результатов. Примечательно, что на этих соревнованиях нет проигравших. Каждый, без исключения участник, получает вот такую замечательную шапочку и сладкий приз. Ольга Русова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова